Рычаги в ногах Так что если твои колени выше скамьи И ты пытаешься включить джим ноги Твои бедра могут подняться до уровня коленей Ты понял, что я имею в виду? Если же колени находятся ниже скамьи То моя задница не будет отрываться от скамьи Или если мои ноги здесь Я могу поднять задницу при джиме Потому что мои колени немного выше скамьи Но если я ставлю ноги так, то Я не смогу поднять зад Потому что мои колени ниже И как бы я не пытался его поднять Он будет прижат к скамье Поставив ноги спереди Ты задействуешь их по максимуму Но только при условии Что ты сильно упираешься ногами в пол При этом пытаясь выдавить ступни через носок кроссовок Во время жима Положение тела будет другим И у тебя не получится сильно прогнуться Но В конечном счете амплитуда движения станет короче Из-за такой постановки ног Во всяком случае короче для меня Потому что это больше подходит для моей комплекции Я делал жим таким образом на протяжении многих лет И за эти годы мои плечи износились Поэтому сейчас мне приходится жать другим способом Когда у меня ноги стояли спереди И я криво опускал штангу Она уходила назад И когда она уходит назад А ты находишься в положении При котором большая часть веса и центр тяжести Смещены ближе к ногам Ты не в состоянии вернуть ее на нормальную траекторию Потому что рычаг недостаточно силен Когда я нахожусь в таком положении И она начинает уходить Мне легче выжать ее Потому что я нахожусь в более удобном для этого положении Ты понимаешь, что я имею в виду? Тяжело объяснить такого рода моменты Это было более щадящим для моих плеч Из-за положения моего тела Я делал неправильно на протяжении нескольких лет При этом не ставь сильнее Подводя итоги, лучшая техника ТАПРИ Которая жим выполняется с наименьшей амплитудой И которая является безопасной для вашего здоровья Это была длинная серия роликов В которой я хотел осветить то Как мы обучаем жиму на наших семинарах В первом видео я объяснил технику Я рассказал Джошу, как делать жим Так, как я обычно это рассказываю своим ученикам на семинарах Конечно, у каждого человека свои особенности и проблемы Как правило, уровень жима учеников примерно одинаков Так что если бы у меня была бы группа учеников, которые жмут как Джош Скорее всего, эти проблемы у них были бы те же самые, что и у Джоша На самом деле, косяки Джоша были не очень серьезными В целом, самая большая ошибка в Джиме Это ноги недостаточно жестко зафиксированы и напряжены Ну или верх тела находится в недостаточно жестком и напряженном положении Самая большая ошибка не быть напряженным и жестко зафиксированным Я могу проверить не его ноги, а его торс И немного толкнув, все разрушится Это, наверное, самая большая ошибка Потому что если эта часть тела не находится в напряжении Сила от нее не перейдет в Джим Тебе следует задуматься над следующим Если ты хочешь задействовать все тело, но при этом выключаешь с Джима ноги Сколько ты можешь накидывать на штангу, если сможешь грамотно использовать силу ног? Ты можешь задать все интересующие тебя вопросы в комментариях И я могу ответить на них в новом ролике Если ты хочешь увидеть кого-то другого С более длинными или короткими руками Дай мне знать, мы можем сделать и такое Я спросил Джоша и Рэйчела Могут ли они придумать вопросы, которые могли бы возникнуть у тебя Но просматривая это видео, мы решили, что осветили все в достаточной мере подробно Но если все-таки вопросы возникнут, пишите Вот и все, что я хотел сказать Думаю, с Джимом мы закончили Ну что, думаешь, теперь ты умеешь делать Джим? Перевел Греныч, озвучил Николай Лобенцев Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!